Заметили за собой нервозность? Вам что-то сказали, а вы мало того, что думали и переживали об этом весь вечер, так еще и плохо спали. Стресс, подумаете вы. Валерьянку с пустырником тебе бы попить, сказала бы мама или бабушка. Но мы же современные люди, знаем курс магния, и нервишки успокоит, и сон улучшит, и сил станет больше. Но знаете ли вы, что магний нужен всем, в том числе и тем, кто снижает вес или следит за фигурой? Расскажу сегодня. Поехали! Ну нет, лучше побежали или пошли. Вы ведь на канале о здоровье. Всем привет! Это канал о здоровом снижении веса. Здесь разбираем вопросы тех, кто планирует начать снижать вес. Кто в процессе похудения, а также тех, кто хочет закрепить уже достигнутый результат. Я Светлана Никичук, нутрициолог. Мой курс прошло более 13 тысяч человек, а это много. Где-то 245 автобусов. И каждый получил достойный результат. Ссылку на регистрацию моего курса нутрициологика вы найдете под этим видео. Чуть ниже мои соцсети. Сегодня разбираем магний. Доказательства о том, что дефицит магния не выдумка, а реальная проблема, говорят эффективные лекарственные препараты, которые, чтобы стать таковыми, прошли необходимые клинические испытания и подтвердили свое действие. Конечно, в продаже есть много лекарственных препаратов и БАДов, содержащих только магний или комбинации с другими витаминами, которые улучшают его усвоение. Но обо всем по порядку. Что же такое магний? Магний – это металл. А как известно, металлы обладают токсичным действием. Но только не соединения магния. Будьте спокойны, они мало токсичны и безопасны в этом отношении. Магния практически невозможно перебрать, потому что почки сразу выводят излишек. В природе его запасы находятся в минеральных отложениях, в морской воде и соляных озерах. Так что магний будет однозначно содержаться в пищевой соли из этих источников. Также практически во всех растениях и плодах главное условие – сохранить магний в них. Он не переносит любую обработку. Для производства лекарственных препаратов, конечно, используют промышленный способ добычи магния. И там все очень сложно в формулах. Но препараты, созданные такими методами, помогают нам выздороветь и чувствовать себя намного лучше. Оказалось, что магний – элемент чрезвычайно важный для нашего организма. Ценность его в том, что он находится абсолютно во всех клетках тела, а если точнее, в митохондриях и участвует в цикле Крепса. Подробно о нем рассказала вот в этом видео. Магний участвует во всех обменных процессах, а это жировой, углеводный и белковые обмены. Магний участвует в формировании костной и соединительной тканей. И при его недополучении развивается остеопороз костей. Они становятся очень хрупкими и страдают суставы. Магний способствует слаженной работе нервной системы. У препаратов магния доказанное успокоительное действие. Он оказывает расслабляющее действие на все мышцы, в том числе и на те, которыми мы не можем управлять. Это мышцы сердца, стенки сосудов, мышцы желчного пузыря, кишечники и другие. На их работу влияет количество магния. Магний необходим на всех этапах синтеза белка. А усвоение достаточного количества белка важно для здоровья в целом. Выработка гормонов, работа иммунитета зависит от белков, а они от количества магния. Магний участвует в выработке энергии. То есть, когда мы поели и чувствуем, что сил у нас ого-го, в планах закончить работу, магазин, приготовить еду и еще что-нибудь. Это говорит о достаточном количестве магния у вас. Почему анализ крови на содержание магния не скажет вам о действительном его количестве в организме? Дело в том, что магний не накапливается в организме. Не получили и расходовать нечего. Многие даже не подозревают, что у них дефицит магния. 60% магния находится в костной ткани, 30% в мышцах и только 1% содержится в крови. Поэтому анализ крови не информативен. Он может показать норму, а на самом деле в тканях его будет крайне мало. Поэтому в плане недостатка магния важно ориентироваться на симптомы, которые могут вас беспокоить. Тревога, спазмы и судороги. Находимся в напряжении. Похоже на ощущение, как при испуге, когда сильно напугали и все внутри сжалось. При недостатке магния такое сжатое состояние постоянно. Человек сам не может объяснить, что его тревожит. Любая, даже самая незначительная ситуация вызывает ожидание чего-то нехорошего. Опытный массажист обязательно отметит зажатость мышц. Если таковая имеется. Мышцы держат в тонусе все наше тело. А при недостатке магния остро реагируют, вызывая у нас различные жалобы. Головную боль, боль в шее или спине, судороги в голенях, икроножных мышцах. Боль очень сильная и обычно по утрам. И на ощупь мышцы как камень. Это, пожалуй, испытала каждая женщина, которая была беременной. Нарушается регулярность стула и появляются жалобы на нехарактерные для человека ранее запоры. На своем курсе я учу пользоваться полезными свойствами магниевой воды для решения проблем со стулом. Когда из-за перестройки питания в определенный момент может возникнуть проблема с задержкой стула. Просто кишечнику нужно чуть больше времени, чтобы адаптироваться к изменениям в питании. Учащенное сердцебиение, покалывание в руках и ногах, а не менее, проявление недостатка магния достаточно широки. Ведь полые органы и системы нашего тела пронизаны мышечными волокнами. Сбой ритма сердца, повышение артериального давления из-за спазма стенок сосудов. Бессонница, раздражительность, мигрени. Нарушается сон и его качество, а именно невозможность заснуть. Человек по несколько раз просыпается посреди ночи, что тоже не придает ему сил. Кроме того, сбивается режим дня. От недосыпа и тревоги повышается артериальное давление. Спазмируются мышцы шеи, зажимаются нервные корешки и от этого возникают головные боли. Характерны именно их височные расположения. Человек чрезвычайно возбудим, ему нельзя и слово сказать. Частая смена настроения и хроническая усталость. Наше эмоциональное состояние или настроение – это гормоны, а вернее, коктейль из них. Гормоны синтезируются из белков, а при дефиците магния их недостаточно усваивается. Нарушается сам белковый обмен. Мало магния – мало энергии. Симптомы хронической усталости и стресс образуют замкнутый круг. Когда недостаток магния приводит к стрессу, а стресс – к дефициту магния. Так как сам стресс может усугубить симптомы нехватки микроэлемента. Итак, сколько магния должен получать человек в сутки? Норма для женщин – 350-400 мг, беременным – 500 мг, для мужчин – 400-450 мг в сутки. Магний расходуется нашим телом еще более интенсивнее в периоды любых нагрузок – эмоциональные, физические, умственные, при стрессе тоже. Также, когда вы едите много сладкого, если страдаете ожирением или сахарным диабетом. В магазинах полно продуктов с красителями – сыры, колбасы, хлебобулочные продукции, кисломолочные – тоже, а они приводят к повышенному расходу магния. Прием алкоголя снижает содержание магния. Источник магния в продуктах. Как вы уже знаете, наше тело не синтезирует и не накапливает магний. А содержание в продуктах, даже богатых магнием, недостаточно для покрытия суточной нормы. Но я все же их перечислю. Тыквенные семечки – 590 мг на 100 г. Это даже больше суточной нормы. Но кто будет их есть каждый день и постоянно? Цельнозерновой хлеб – 80 мг. Цельнозерновые крупы, которые не были обработаны. Любые зеленые листья, например, листья салата. Шпинат содержит 80 мг магния на 100 г. В них много хлорофила, в котором кладезь магния. Но представьте, как мало весит зелень и сколько нужно ее съесть, чтобы получить суточную норму. Орехи без термической обработки – 270 мг. Семечки – 320. Но даже дополнительный прием магния может быть недостаточен, так как усвоение самого магния зависит от витамина D, кальция. Его не должно быть много, приблизительно 1 к 10, где 1 – это кальций. Иначе он блокирует усвоение магния. Но и его дефицит снизит усвоение магния. Витаминов В1 и В6 помогают быстрее проникать в клетки, а значит, облегчение неприятных симптомов наступает в разы короче. Калия. Созависимый элемент уровень магния в тканях влияет на содержание калия. Не стоит принимать препараты магния вместе с препаратами железа, а также жирными продуктами – сливочным маслом и жирной рыбой. При инсулинорезистентности магний практически не усваивается. Но нормальное количество магния поможет справиться с инсулинорезистентностью. Скорее всего, вы в зоне риска по нехватке магния, если питаетесь на белковой диете или на низкоуглеводной, в рационе много соли, переизбыток кальция, пьете много кофе или энергетиков, злоупотребляете алкоголем, занимаетесь спортом, плохо или мало спите, находитесь в постоянном стрессе, принимаете диуретики или антибиотики, беременны или кормите грудью, менопауза, сахарный диабет, почечная недостаточность, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания. Как видите, практически каждый из нас может быть в зоне риска. Вероятность нехватки магния увеличивается, если есть сочетание двух и более пунктов. Любые физические нагрузки – это теплообмен, а он в нашем теле происходит с потом, с которым выходит магний. То есть, если вы занимаетесь активно спортом, а именно кардионагрузками, и если вы чувствуете какой-либо симптом, симптомы о которых я рассказывала ранее, то, вероятно, у вас недостаток магния. Почему для людей с лишним весом важно учитывать содержание магния? Дело в том, что при недостатке магния, а именно это происходит при дефиците магния, тянет на сладкое с бешеным притяжением. Люди говорят, я не могу без сладкого, меня трясет без сладкого, я не могу ничего с собой поделать, у меня зависимость. Нормальное, отлаженное, сбалансированное питание перестает их устраивать. Тянет на что-нибудь вредное, сладкое, еще говорят, химозное. Нарушенный аппетит и чувство насыщения. И это приведет к увеличению веса. Что делаем мы, когда чувствуем усталость, когда не высыпаемся, например? Правильно, ищем источники энергии. Сладкое, частые перекусы, кофе чашка за чашкой. От этого скачут уровни сахара и инсулина. Человек ест больше, чаще и чувствует насыщение едой только на короткий промежуток времени. Но и это еще не все. Перепады настроения, когда вас качает, как на эмоциональных качелях, эмоциональная зависимость от еды только укрепляется. Какой вывод? Что принимать курсы магния в 3-6 месяцев стоит всем. Но все-таки заручитесь одобрением врача. Он, кстати, может порекомендовать пить препараты магния без пережива. Я намеренно не говорю о формах и биодоступности препаратов магния, дабы вы все-таки спросили рекомендации доктора. Причины лишнего веса и нарушения пищевого поведения бывают настолько непредсказуемы, что выясняются только при тщательном анализе питания и двигательной активности, удовлетворенности жизнью и изучении привычек. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Это позволит показать его большему количеству людей. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.